Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Начнем с резонансной темы. Краевой суд в пятницу оставил под стражей арестованного вице-мэра Барнаула Антона Шламенцева. Напомним, ранее индустриальный районный суд заключил подозреваемого в особо крупном взяточничестве под стражу вплоть до 9 марта. Адвокат чиновника пытался обжаловать решение и добиться для подсудимого домашнего ареста и подписки о невыезде. Но сделать это не удалось. Решение Краевого суда Антон Шламенцев услышал в пятницу. Обвиняемый принимал участие в заседании по видеосвязи и следственного изолятора. Апелляционные инстанции постановил постановление индустриального районного суда города Барнаула Алтайского края 12 января 2024 года в отношении Шламенцева Антона Андреевича оставить без изменения апелляционную жалобу адвоката Сербутова без удовлетворения. Апелляционное постановление можно обжаловать, подав ходатайство в суд кассационной инстанции, отметили на судебном заседании. А мы в свою очередь напомним, пожалуй, о самом громком задержании этого года. По данным следствия, Шламенцев, будучи председателем Комитета по дорожному хозяйству, через посредника получил взятку в 2 миллиона рублей от предпринимателя, который занимается пассажирскими перевозками. За эти деньги чиновник должен был оказывать покровительство предприятиям бизнесмена и обеспечивать возможность перевозить пассажиров по выбранным маршрутам. К другим темам. Барнаул по ценам на жилье сравнялся с Новосибирском. Так, средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 132 тысячи рублей, а в центре города она уже порой достигает и 200 тысяч. Такие цены отражаются на числе сделок. Первичный рынок недвижимости сейчас, можно сказать, обездвижен. Но приведет ли это к снижению стоимости жилья? О тенденциях и перспективах рынка недвижимости в сюжете Елена Макаренко. В офисе одного из барнаульских агентств недвижимости весьма оживленно. Несмотря на то, что на дворе январь. Месяц, считающийся пустым по числу сделок из конца года, на 30% снизилось число обращений от потенциальных покупателей. По новостройкам сейчас мы видим достаточно большой спад желающих купить именно от застройщиков, потому что много ограничений ввели. И сейчас, конечно, ждем, куда определиться, то есть вот поддержка в какую сторону. Ограничения вводили, чтобы охладить перегретые льготными программами рынок недвижимости и снизить темпы инфляции. Пакет мер, повышение первоначального взноса по ипотеке до 30%, ограничение максимальной суммы кредита и перекладывание с банков на застройщиков, субсидирование процентной ставки привел к тому, что рынок недвижимости покинули крупные строительные компании. И мы видим активно, что сейчас инвесторы все больше выходят из проектов, которые вкладывались, и много сделок происходит по переуступке. О чем это говорит? О том, что инвесторы видят некие ограничения на этом рынке, охлаждение этого рынка и на какое-то время готовы из него выйти. Покупка жилья в новостройке напрямую от инвестора, а не от застройщика – одна из сегодняшних тенденций на рынке недвижимости. И тем не менее, позволить сейчас купить квартиру на первичном рынке может далеко не каждый. По оценкам специалистов, квадрат в новостройке в среднем достиг уже 132 тысяч рублей, в центре – 200 тысяч. Такие цены сопоставимы с новосибирском. И пусть не обвал, но их корректировка в сторону снижения, хотя бы на 10-15%, полагают эксперты, рано или поздно наступит. Сейчас-то все очень сильно рассматриваем, каждый комплекс, каждую стоимость, все под лупу совершенно. Все очень сильно высчитываем. Если раньше можно было идти везде, и стоимость была ниже вторичного рынка, я говорила клиентам, просто заходим, потому что это действительно выгодно. То сейчас, конечно же, уже такого нет. И смотрим корректировки. Специалисты надеются, что уже после марта правила игры на рынке недвижимости станут понятнее. Риэлторы ждут более мягких условий по ипотеке и продлению льготных программ. Вот только последние, по их мнению, стоит доработать, чтобы не допустить вновь перегрева жилищного рынка. Бедные, бедные, богатые, богатые. Льготные программы брали те, у которых есть деньги, брали по 3, по 4, по 5. А те, которые не могли взять, они и не брали. А сейчас, соответственно, стоимость, когда метра выросла, они еще больше достали от своей мечты, вернее, далеки от своей мечты. Поэтому какая-то адресная должна быть помощь. То есть, если уж делать льготную программу, то ее должно для определенного категории семей. Сегодня средний платеж по ипотеке в Барнауле составляет 35-40 тысяч рублей в месяц. Непосильная сумма для многих людей. И все же откладывать решение жилищного вопроса тем, для кого это жизненно важно, специалисты не советуют. Если говорить про долгосрочную перспективу, то из моего опыта работы в недвижимости, которой уже около 20 лет, я могу сказать, что всегда общий тренд цены идет наверх. Если мы проанализируем все годы, бывало в какие-то кризисные моменты цена либо останавливалась, либо процентов на 10-20 может быть откатывалась назад. Но то, что тренд всегда идет наверх в недвижимости, это очевидный фактор. Помимо общефедеральных факторов, цены на жилье в новостройках в нашем крае подогревают сугубо региональный вопрос – нехватка земли для строительства. И эту проблему, подчеркивают эксперты, нужно срочно решать. При отсутствии квартальной застройки стоимость квадрата приточечной уходит в еще больший плюс. И цены в итоге становятся сопоставимы с городами-миллионниками. Отсюда – миграция населения в соседние регионы, отток молодежи. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. На этой неделе на линию вышли три новых белорусских трамвайных вагона. Наша съемочная группа смогла проехать на них за пару дней до выхода на линию. Ребята поделились, что вагоны очень комфортные и удобные. Главное – там тепло. Правда, во время обкатки о них чего только не писали. И токоприемник отпал, и повредили вагон. Последнее действительно, правда, только это случилось при транспортировке в ноябре. И трамвай отремонтировали по гарантии. Три вагона уже вовсю перевозят пассажиров. Остальные выйдут на линию в середине февраля. Тему дорожно-транспортную продолжу. Строительство южных ворот в Барнауле достигло экватора. Движения по многоуровневой развязке на пересечении из Миногорского, Южного и Лесного трактов должны запустить до конца текущего года. За ходом работ в среду наблюдал губернатор Алтайского края Виктор Томенко и краевые СМИ. Какие работы идут на сложном объекте и нет ли отставания от графика, узнавала Валентина Аскерова. На сегодняшний день у нас задействовано 230 человек здесь на стройке, 200 человек рабочих, 30 человек инженерно-технические работники. Больше 200 жителей Алтайского края и других сибирских городов продолжают строить грандиозную трехуровневую развязку на Азминогорском тракте. Ранее на объекте установили пять опор, еще две построили на шоссе ленточный бор. Сейчас идет монтаж металлических конструкций. Параллельно с наземными объектами идет строительство подземного тоннеля длиной в 460 метров. Развязка на Азминогорском поможет беспрепятственно добираться из центра города в промышленную зону краевой столицы, а также в пригород Барнаула, поселок Южный, Лебяжье и Ягодное. Также объект обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между федеральными дорогами. Барнаул, Рубцовск, граница с Республикой Казахстан и Чуйский тракт. Во-первых, все ждут объекта. Во-вторых, важное значение в социально-экономическом развитии края, он, конечно, играет и еще сыграет. Так, какие-то неудобства приходится сейчас испытывать некоторые. Но с учетом того, что путепровод на Ленинском открылся, уже, конечно, все это полегче. Начальник Алтай-Автодора Василий Мотус отметил, что за 38 лет своей трудовой деятельности впервые причастен к строительству такого мощного объекта. Напомним, работы начались в апреле прошлого года и уже достигли своего экватора. Развязку планируют достроить к заявленной дате к концу этого года. В настоящее время готовность объекта составляет порядка 45%. В результате реализации проекта пропускная способность данного узла изменится минимум в полтора раза. Это проектные показатели. Но мы так понимаем, что дадут. А это значит, что пропускная способность увеличится с 40 до 60 тысяч машин. Отметим, что стоимость новой развязки достигает почти 3 миллиардов рублей. Средства выделены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Первых пациентов в новом здании 14-й поликлиники начнут принимать уже в понедельник. С этого дня медицинское учреждение сменит название. Формат работы и, можно сказать, поменяет статус. На этой неделе впервые в новый объект допустили журналистов, которым рассказали о функционале и технической начинке суперполиклиники города, а также особенностях ее запуска. Далее подробнее. Коридор одного из отделений новой 14-й поликлиники, открытие которой барнаульцы, особенно жители индустриального района с нетерпением, ждут уже не один год. Но, как выяснилось, учреждения будут водить поэтапно, подразделения за подразделением. Правда, первых пациентов здесь примут уже в ближайший понедельник, 5 февраля. Официальное же открытие запланировано ближе к Дню защитника Отечества. Новый объект. Не зря некоторые нарекли суперполиклиникой. Здесь с десяток отделений, пять этажей и столько же отдельных входов, 500 кабинетов. Штат еще доукомплектовывают. Но к концу февраля здесь будет трудиться 600 специалистов, а к концу года уже 800. Представьте, это 15 тысяч квадратных метров, такое количество сотрудников, кабинетов. Да, у нас новое оборудование, да, новая мебель, хороший ремонт. Но мелочей их всегда достаточно много. Абсолютно все предусмотреть невозможно. Нет у нас возможности запустить все сразу, потому что мы разорваться тоже не можем. Первым делом в новое здание из прежних пяти корпусов поликлиники переведут женскую консультацию, лабораторию, администрацию. После поэтапно начнут открывать подразделения, которых прежде в структуре учреждения не было. Появится травмпункт, отделение реабилитации, высокотехнологические службы. К примеру, в отделении лучевой диагностики установили два маммографа, космический рентгенаппарат и суперчувствительный компьютерный томограф. Благодаря оборудованию экстракласса в поликлинике планируют увеличить число проводимых исследований и выявлять заболевания на максимально ранних стадиях. В нем стоит детектор, который делает много-много срезов от той зоны, которую мы заявляем. То есть если у нас идет томография головы, то есть в заявленном участке будет сделано вот это количество срезов и будет создана 3D-конструкция вот этого области. И, соответственно, мы послойно, там шаг в пределах 2-3 мм. Представляете, какой процент выявляемости патологии мельчайший, еле-еле заметный. То есть это и метастазы, это и кровоизлияние. В многопрофильной поликлинике, что обслуживает самый густонаселенный район города, будут принимать до 900 человек в день. И людям больше не придется бегать по разным корпусам, которые находились на первом этаже общежития и были не приспособлены под прием пациентов. Зачастую могло быть так, что у одного и того же пациента было расписано различные консультации и диагностики по всем пяти корпусам. Такие варианты тоже были. То здесь еще и отсекаются направления в другие учреждения, которые расположены в центральной части города Барнаула. И поэтому мы сокращаем количество перемещений у пациента, обеспечивая ему доступность в одном конкретном месте. Из прежних пяти корпусов поликлиники продолжит работать только один – на Павловском тракте 281А. А в детском филиале теперь высвободится целый этаж. Там откроют дополнительные кабинеты для педиатров. В сентябре сюда придут работать сразу 10 молодых специалистов. Торжественно открыть корпус для взрослых пациентов планируют до 23 февраля. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнаульском поселке Лесной может развернуться трагедия. На одном из жилых участков незаконно функционирует приют для животных. Соседи, уставшие от лая и неприятного запаха, уже выиграли суд с требованием ликвидировать приют. Прошло полгода, но ничего не изменилось. Различные ведомства переводят волонтеров друг на друга в поиске нового дома для собак. Обречены ли полсотни животных на голод и холод, расскажет Анастасия Дороган. Куриные остовы, каркасы, по разуму их называют. Сколько раз в день они кушают? Один раз. Один раз. Но досыто. Раз в неделю семья Понтяминых привозит в лесном мешке костей и мясо для питомцев несанкционированного приюта, который организовала местная жительница. Сейчас она в больнице, а собаки на произволе судьбы. На произволе собаки давно. Хозяйка дома за несколько лет не установила забор. Животных держала в вольерах высотой ниже собачьего роста. На участке был мусор. Соседи, уставшие от шума и вони, обратились в суд и выиграли с требованием ликвидировать приют. Но спустя полгода ничего не изменилось. А из-за болезни женщины кормить собак приезжают волонтеры. Они же навели порядок на участке и сколотили несколько будок. Из-за тесноты в вольерах одного песика загрызли. Волонтеры и выслушивают сейчас недовольных соседей. Вы ездите же, разыковываете, вы же кормите собак. А вы хотите, чтобы они умерли с голоду? Просто уберите их отсюда. Куда? Я не знаю. Собаки добрые, стерильные, социализированные, не опасные для общества абсолютно, но не приспособленные к курсу. Сейчас здесь 59 собак. Большинство на привязи, но есть и такие, кто в свободном выгуле. И, в принципе, они могли спокойно отсюда уйти. Но, тем не менее, остаются здесь. И так поступит большинство собак, если их отвезать, говорят волонтеры. И тогда непонятно, как исполнять решение суда, если отвезать собак, рассуждают люди. Получается, собак нужно куда-то организованно перевезти. Но вопрос – куда? С весны 2023-го волонтеры ведут переписку с разными ведомствами. Так, в Краевом управлении ветеринарии им посоветовали обратиться в Ласку. В Ласке места нет, ответили в мэрии. А если волонтеры хотят создать центр, нужно обращаться в управление имущественных отношений края. В последнем сообщили, что для размещения приюта рассматривают участок на проспекте Космонавтов 52М. Других вариантов нет. Есть брошенные дома, есть брошенные деревни, есть брошенные фермы. Да перевезите вы их туда и пусть, если они такие хорошие, пусть они кормят их там. Комитет считает целесообразным передать большинство животных новым владельцам или в приют для животных, либо в муниципальную собственность. Это же собаки города. Это же собаки города, собранные с улиц города. Их же никто не плодил специально. Поэтому я надеюсь, что нас услышат все равно. В молодой организации «Мы в ответе» пять волонтеров. Эти собаки – их единственные подопечные. За полгода они пристроили восьмерых песиков. Волонтеры не перестанут искать участок для приюта и обращаться к властям, но надеются найти добрых людей, которые подарят собакам дом, а не будку. Все скажи, возьмите меня домой. Возьмите меня домой. Я буду вас любить. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Огромный резонанс по всей России получила история кота Твикса. В середине января животное, которого сопровождающий вез на поезде в Санкт-Петербург, высадила проводница. Спустя неделю волонтеры нашли замерзшего кота. Наш сюжет о том, что думают об этой ситуации в Барнауле, набрал уже 20 тысяч просмотров. А сегодня мы дадим слово эксперту, директору Барнаульского зоопарка. Сергей Писарев уверен, что более бережное отношение к животным может обеспечить два пути. Один из них связан с законом, другой – с воспитанием. В последнее время у нас какие-то жуткие перекосы. Вот жуткие перекосы. Мы в законодательном собрании порой заходим в тупик в вопросе. Собака загрызла человека, и общество разделилось. Одни говорят, в этом виноват человек, вторые говорят, убейте человека, защитите собаку. И это дико, понимаете, это дико. Мы выросли в Советском Союзе, мы знаем, как люди относились к животным. У каждого во дворе была собака, и мы индивидуально несли ответственность за свое животное, которое находилось у нас. Внутри себя эта ответственность была, никакими законами? Совершенно верно. Эта ответственность была внутри себя. И люди, которые жили на улице, допустим, у нас в городе Зминогорске, все знали, где чья собака. И не было никаких. То есть каждый хозяин нес ответственность за щенков, за котят. Сегодня, к сожалению, это произошло в 80-е годы, когда, с одной стороны, многие, поддавшись моде, завели себе собак и затем побросали их. В-третьих, при распространении, так будем говорить, в стране приусадебных хозяйств частных, я дачу имею в виду, когда люди стали брать на летний период времени себе котенка, а в зимний период времени бросать их там. Вот эта жестокость, вот эта безжалостность по отношению к животным, она комом наворачивалась. А затем появились люди, которые стали все это жалеть. Жалеть. Причем здесь тоже произошел перекос. Для них животные, они оказались, к сожалению, важнее жизни человека. И сегодня они, объединившись вот в это сообщество, начинают просто вести борьбу с человечеством. Это тоже совершенно неправильно. Это неверный, это неправильный подход. Здесь нужно найти золотую середину. Я вспоминаю свою Томку, я вспоминаю собаку-дружка. И никто мне в школе не говорил о том, что, Сережа, ты должен Томку любить, ты должен дружка своего любить. Любовь к животному прививается прежде всего родителями, прежде всего старшими братьями, сестрами. И домашние животные, они всегда были членом семьи, которые остерегали, охраняли дом, которые охраняли животных в частом подворье. И, конечно же, вот эта любовь взрослых, она передавалась и детям. Это передавалось из поколения в поколение. Я всегда говорю о том, что вот когда мы в Государственной Думе рассматриваем какие-то законы, я всегда говорю, вот если вы приняли более жестокое наказание, вот именно жестокое наказание, в плане, нет, ни слова неправильно, суровое наказание, более суровое наказание, то есть если бы за выборочную собаку, допустим, обязали платить штраф в 100 тысяч рублей, я уверен, что собак стало бы меньше. И мы пытаемся, вот депутаты Алтайского краевого законодательного сооружения, мы пытаемся это донести до высших органов эшелона власти, только именно суровое наказание может изменить ситуацию, и люди станут бережнее относиться. Продолжим. В 2024 году в Крае намерены устранить кадровый дефицит для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Это означает, что за год заводы примут на работу 3200 сотрудников. Об этом сообщил председатель Краевого союза промышленников Виктор Мещеряков. Всего же промсектор региона нуждается в 7 тысячах работников. Где их брать и чем привлекать на предприятие, разбиралась наша съемочная группа. Потолка не будет. Заработные платы сотрудников промсектора, мощно выросшие в 2023, продолжат расти и в 2024. Об этом заявляют эксперты и руководители предприятий. Зарплата остается главным фактором при выборе места работы. У нас в этом году на 125% рост заработной платы. По краю в целом 118%. По обрабатывающим производствам 125%. На конец января в промсекторе Края 7300 вакантных мест. 3200 из них в предприятиях УПК. Он в приоритете. В этом году в Крае планируют полностью закрыть кадровые потребности оборона промышленного комплекса. Количество вакансий внушительное. Но и за 2023 УПК приняли 3500 сотрудников. Где брать новых рабочих и специалистов? Эксперты прогнозируют в этом году обострение борьбы за кадры, из-за чего компании будут стараться переманить к себе лучших. Такую агрессивную политику по приемной работе применяли предприятия УПК, потому что надо выполнять, мы понимаем важность. И на них работала вся система нашей службы занятости. Естественно, туда больше даже приходили не из соседних предприятий, а из других отраслей. Даже из гуманитарных, из различных социальных предприятий, которые приходили, переобучались. Трудоустроив на заводы 7000 человек, алтайская промышленность выйдет на максимальный объем мощности, уверен Виктор Мещеряков. Почти 6000 из необходимых рабочие, остальные технические специалисты. Когда новые кадры брать неоткуда, на предприятиях переобучают сотрудников для ключевых позиций. Такой процесс в 2023 прошли 870 человек. Усилилась профориентационная работа. Будущих сотрудников учат не только в вузах и СУЗах, но и в школах. На заводах говорят, что у современных детей неоднозначная реакция на все, что связано с предприятиями. Они не то что боятся, они не понимают, что это такое. Потому что им не рассказывают это в школах, они не видят это по телевизору, в интернете, в блогерстве. Это не рассказывают. Там совершенно иная сфера. Поэтому мы понимаем, что нам необходимо работать со школьниками, проводить раннюю профориентацию. Но в том числе у нас есть еще в планах и работа с родителями школьников. Да, потому что это тоже для нас очень важно. Кадровая проблема актуальна и для других секторов экономики. Но и там уверены, что это временные трудности. В отношении рабочего класса мы подходим к цифре 2000. Заработная плата, если была в 2022 году 42 тысячи, она сегодня уже составляет 52 тысячи рублей. И сказать, что мы имеем текучесть большую нет. Она минимальная, стационарно работает коллектив. Но мы реально испытываем сегодня потребность в техническом персонале. За 2023 год зарплата в ОПК выросла в 2-2,5 раза. Благодаря чему в сектор зашли тысячи новых сотрудников. Что провоцирует рост оплаты трудочасов и в других секторах. Сфера промышленности по фактору зарплат остается одной из самых привлекательных в регионе. Эксперты уверены, зарплата будет расти и дальше, пока не закроют все вакансии заводов. Но так будет не всегда. Поэтому же сейчас в сфере задумываются, куда перенаправлять тысячи работников, когда СВО закончится и потребности ОПК отпадут. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. С февраля в России изменился закон о коллекторах. Нормативные документы предусматривают строгие требования к работе агентств, контроль со стороны государства, а также возможность обжаловать действия кредиторов в судебном порядке. Заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Сергей Пекарев в интервью моей коллеге Елене Макаренко рассказал о правах и обязанностях сборщиков долгов и должников по новому закону. Какова основная цель внесения поправок в закон? Это конкретизация ранее уже сложившейся правоприменительной практики, устранение каких-то нестыковок, каких-то недопониманий, как работает закон, и, соответственно, поделение более четких правил работы по взысканию просрочной задолженности. В новой редакции ограничивается круг лиц, которые вправе взыскивать долги. Так кто же имеет на это сегодня право и каков алгоритм взаимодействия с должниками? Есть небольшие изменения для чисто коллекторских организаций, которые занимаются профессиональным видом деятельности по взысканию задолженности. Требование к ним такое, чтобы в названии этой организации обязательно было словосочетание «Профессиональная коллекторская организация», либо сокращенно ПКО. В настоящее время коллекторские организации ведут перегрессацию своих номинований, изменение уставов, и эта работа завершается. Основное изменение касается микрофинансовых организаций и банков. Если ранее банки и микрофинансовые организации, будучи кредиторами, имели право заниматься деятельностью по взысканию задолженности автоматически, по умолчанию, то теперь изменяется порядок. Чтобы заниматься такой деятельностью, эти банки и организации микрофинансовые должны уведомить службу срединых приставов о том, что они этой деятельностью будут заниматься. Им будет дано время до 5 августа, в течение этого времени они должны будут обеспечить свое оборудование, программное обеспечение по аналогии с таким же оборудованием и обеспечением профессиональных коллекторских организаций. Поэтому в этой части банки и микрофинансовые больше приравниваются к коллекторским организациям, если они собрались этой деятельностью заниматься. В законе появилось понятие автоматизированный интеллектуальный агент. Поясните, что это такое и каков алгоритм его работы? Это, соответственно, приложение либо программное обеспечение, которое позволяет дозваниваться до должника, вести разговор с ним на какие-то стандартные темы, задавать вопросы, получать стандартные ответы. Но обязательно условия, чтобы гражданин имел право настоять на том, чтобы было переключение на специалиста организации, на человека. И это переключение должно быть обеспечено. Вот эти требования обязательны для этой программы. Как в новой редакции меняется деятельность микрофинансовой организации и коллекторов? В новой редакции предусмотрено, что служащие приставов будете перевести перечень банков и всех микрофинансовых организаций. Этот перечень будет автоматически Банком России передаваться электронно в службы приставов. По месту расположения этих юридических лиц каждое территориальное подразделение будет вести свой перечень. И в этом перечне будут учитываться все уведомления о намерении заниматься деятельностью по взысканию просрочной задолженности. Вот когда такая организация либо банк подадут такое уведомление, с этого момента эта организация попадает под действие закона о проведении контроля надзорной деятельности. То есть служба приставов получает права судять проверки в отношении таких организаций именно в части собрания закона по взаимодействию с гражданами. Ранее такие проверки допускались только в отношении профессиональных коллекторских организаций. Поэтому это как бы обязательное условие. Если банк, финансовая организация готовы таким способом заниматься, то соответственно они попадают под сферу деятельности, контроля надзорной деятельности службы приставов. В праве ли коллекторы звонить родственникам должников, приходить домой и подавать в суд? Если эти условия прописаны в договоре, что в праве взаимодействия с родственниками есть согласие этого человека и самого должника на взаимодействие, то тогда в праве. В случае, если такого согласия нет, то тогда не в праве. Личный визит, например, домой, он как был ранее предусмотрен, так он и остается. Это право остается. Подавать в суд такое неотъемлемое право любого кредитора, это взысковая задолженность через суд, чаще всего этим правом и пользуются кредиторы. Но появляются некоторые еще ограничения. Как и было в старом законе, способы взаимодействия прописаны. Это текстовые сообщения, телефонные звонки, личный визит. Добавилось еще одно, еще один вид взаимодействия через ЕПГУ. Он прописан отдельно в законе. Это возможно как связь со стороны коллекторской организации, так и обратная связь со стороны гражданина через ЕПГУ. Но при этом у службы приставов появляется право ограничить деятельность какого-то из видов взаимодействия. Если, допустим, в ходе контроля надзорной проверки будет установлено, что по этому виду взаимодействия поднадзорная организация нарушает закон, например, путем личных визитов на квартиру они неправильно это делают, либо ущемляют права граждан, то служба приставов вправе в порядке контроля надзорной деятельности ограничить этот вид взаимодействия. Как должнику по новому закону общаться сегодня с коллекторами? Любой совет сводится к тому, что в таких случаях не стоит со своей стороны грубить, вести беседу конструктивно и принимать меры погрешения задолженности. Потому что все прекрасно знают, что если организация не достигла погрешения задолженности путем такого взаимодействия, у них остается право обратиться в суд и взыскать ее в судебном порядке и передать исполнительный документ службу приставов. Поэтому мы всегда разъясняем гражданам, что наши действия по отношению подконтрольным организациям никак не освобождают граждан от погрешения задолженности. Роскошные рестораны-гостиницы в стиле 19 века появятся в старинной купеческой усадьбе Суховых. К ее реставрации приступили в Барнауле. Комплекс уникален тем, что входит в число трех крупнейших купеческих усадьб города и объединяет несколько исторических зданий, которые были построены еще до опустошительного пожара 1917 года. Подробности в сюжете. Огромная купеческая усадьба Суховых, вот в середине въездные ворота со львами конца 19 века, жилой дом, универсальный магазин 1880-х годов и потом 1890-х. Общая площадь до тысячи квадратных сажений, то есть 4000 квадратных метров. Пересечение базарной площади и улицы Большой Тобольской, ныне проспекта Социалистического и улицы Льва Толстого. Здесь стоит старинный дом, который многие современники помнят как торговый центр «Империал». Памятник архитектуры середины 19 века пережил разные события. И сейчас в его судьбе новый крутой поворот. Через 160 лет зданию вернут исторический облик. И выстроен он был купцами Суховыми. Вероятнее всего Дмитрием Никифоровичем Суховым, который владел крупным торговым корпусом на базаре, владел кожевиным заводом. В общем, это был по тогдашним меркам олигарх. И вот он себе на базарной площади выстроил большой жилой дом. У него было кроме двух этажей еще цокольное помещение. Сейчас мы его не видим, оно заделано, но там еще вниз есть помещение довольно-таки большое. Отреставрировать не только особняк известной Барнаульской династии, но и соседнее с ним здание, торговую лавку Суховых, решил один из местных инвесторов. Он считает, что воссоздание исторической архитектуры вопрос очень сложный и пока не раскрывает подробности. Но известно, что проект реставрации уже прошел все необходимые экспертизы, получил одобрение общественного совета города. На днях на объект зашел подрядчик. Прежде всего, конечно, мы заказчики, мы все заботимся о том, чтобы сама основа здания, это фундаменты, стены и прочее, привести в соответствующее состояние, в необходимое рабочее состояние. Поэтому сейчас ведутся работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции и отводу грунтовых вод. После укрепления и восстановления основных конструкций здания займутся фасадом. В особняке разместится гостиница, а по соседству ресторан. Дизайнеры в данный момент еще работают над интерьерами заведений. Но оба они будут стилизованы под 19 век. Здесь будут представлены и находки, которые здесь в процессе раскопок и довелись изучение памятника. Очень интересные артефакты. Здесь будут представлены, конечно, я думаю, исторические фотографии, того, какой он был, Суховых, может быть, кто владельцы были. Сроки завершения реставрации не называют. Старинные объекты непредсказуемые, многое может меняться по ходу работ. При этом затраты миллионные. Специалисты обращаются к властям города и края с просьбой всячески содействовать реализации проекта. По их мнению, после завершения работ купеческая усадьба Суховых может стать жемчужиной туристического кластера. Любое старинное здание, особенно такое старое, вызывает интерес гостей и приезжих. Я совершенно точно могу сказать по своему личному опыту, как экскурсовода, что да, любят у нас смотреть на старые кварталы. Безусловно, у них есть определенная атмосфера, определенный шарм этих кварталов. И, конечно, если вот это здание будет отреставрировано, и оно будет отсылать нас с 19 века, конечно, все будут смотреть, фотографироваться здесь. Сегодня в Барнауле частные лица реставрируют 8 старинных зданий. То, что инвесторы начинают поворачиваться лицом к истории, радует краеведов. Они говорят, это уже во многом благотворительные бизнес-проекты, которыми как раз славился Барнаул в дореволюционное время. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Об интересных и актуальных темах сообщайте на телефон нашей редакции 205-545. Мира и добра всем. До встречи. А через несколько секунд о погоде спонсор прогноза в компании Валар. Продолжение следует.